Всем здравствуйте! Меня зовут Ольга. Добро пожаловать на канал Вязание для Души. И по вашим просьбам я сегодня снимаю мастер-класс по вязанию вот таких замечательных тыковок. Они вяжутся очень просто, справится даже начинающая вязальщица. Также можно с ребёнком заняться изготовлением этих тыковок. Будет очень интересно и весело. Итак, давайте посмотрим, что нам понадобится для создания такой тыковки. Во-первых, это, конечно же, пряжа. Пряжу можно использовать абсолютно любую. Я для вязания сегодняшней тыковки буду использовать пряжу Drops Nepal. Это у меня остаток в таком красивом цвете горчичном. Как раз хорошо именно для тыквы. В принципе, можно взять любой другой цвет. Не обязательно, чтобы это было оранжевый или жёлтый цвет. Может быть абсолютно любой на ваш вкус. Я буду дополнять ещё эту пряжу остатком махера. Для того, чтобы тыковка была такая пушистая. Здесь у меня тоже добавлен махер. И мне она очень нравится. Также понадобятся спицы. Понадобится пряжа другого цвета. У меня это зелёная для вязания плодоножки. Конечно же, ножницы и наполнитель. То, чем мы будем набивать саму тыковку внутри. У меня это синтепон. Это может быть холофайбер. Может быть вата. То, что у вас имеется в наличии. Также нужна будет трикотажная игла с тупым концом. Для того, чтобы сшивать вязаное полотно. Итак, у меня тут уже есть заготовка. Сейчас я вам покажу. Для того, чтобы связать такую тыковку. Нам нужно связать, грубо говоря, образец. Как мы вяжем обычные образцы. Перед тем, как начинать какое-то вязаное изделие. Самый обычный наборный ряд. Длинный хвост. Я для этого образца, для этой тыковки, набрала 38 петель. Тыковка у меня будет иметь 6 долек. Как вот эта. Поэтому рапорт составляет 6 петель. 6х6 36 и плюс 2 петли кромочные. Набираем на спицы 38 петель. Так как у меня пряжа толстая. Я набирала и вязала спицами 4,5 мм. Можно использовать более тонкую пряжу, более тонкие спицы. Тогда уже нужно смотреть, сколько вы хотите долек. Если тоже 6, то получится тыковка меньшего размера. В общем, это все зависит от пряжи, которую вы будете вязать. Размер тыковки. А если вы хотите связать тыковку, которая будет 8 долек. Как, допустим, вот эта. Тогда нужно набирать на спицы 50 петель. 48 для узора и 2 петли кромочные. Сегодня делаем вот такой вариант. Тыковка с 6 дольками. Образец я связала заранее. Постирала его. Он у меня высох. Желательно, конечно, стирать. Для того, чтобы пряжа разровнялась. Получилось довольно пушистое полотно. И сейчас мы приступим к сшиванию. Я оставила специально вот такой вот длинный хвостик. Когда закрыла петли, вот здесь я закрыла их. Оставила довольно длинный хвостик, для того, чтобы можно было этой ниточкой работать. Итак, приступим. Берем иголку. И вставляем в нее, заправляем ниточку. Это вот этот хвостик, который оставляли изначально. Берем полотно и складываем его лицевой стороной внутрь. Сшивать мы будем по изнаночной стороне. У нас здесь из кромочных сформированы вот такие вот косички. Эти косички мы будем сейчас сшивать вместе. Захватываем обе дужки с одной стороны. И параллельно эту же косичку с другой стороны. За обе дужки. И здесь вот точно так же. Я обрежу этот хвостик мохера. Он мне нужен. Как всегда, на камеру какие-то казусы происходят. Аккуратно сшиваем. Для того, чтобы шов получился ровненький. Сильно затягивать не нужно. Можно крючком сшить. Вот, в принципе, любой удобный для вас способ. Я предпочитаю иголкой это делать. Посмотрим, что у нас на лицевой стороне. У нас получился вот такой вот шов. Его видно не будет, потому что здесь у нас будет проходить ниточка, которая будет формировать дольку. Так, теперь нам нужно стянуть вот этот край. Мы сейчас будем вот таким вот швом делаем такой набор. Как только швом делаем? Вид FundingBER1. . ИНТРИГУ!! Теперь мы аккуратно это все стягиваем. Эта нитка довольно прочная, поэтому я могу спокойно, хорошо затягивать и не бояться, что она порвется. Когда я вязала вот эти тыковки, я их вязала из твида. Твид очень легко рвется, поэтому для стягивания я использовала другую нитку. Чтобы здесь не оставалось никакой дырочки, мы еще немножко подшиваем. Потому что здесь дырки никакой не нужно, нужно, чтобы все было плотно сшито. Я прохожусь еще раз этой же ниткой. Вот у нас получилось все довольно плотно. Этого достаточно. И сейчас мы будем наполнять нашу тыковку синтепоном. Посмотрим, сколько синтепона понадобится. Набиваем довольно плотно. Так, и сейчас мы будем проделывать ту же самую манипуляцию, но с этой стороны. Для этого выводим ниточку. Так, надо было ее изначально сюда вывести, но ничего страшного. Так, возможно, этот кусочек синтепона будет лишний. И делаем сейчас все то же самое. Набираем вот здесь по краю. Субтитры сделал DimaTorzok. Здесь нужно точно также хорошенечко подзатянуть, прошить. Теперь нам нужно распределить наполнитель по тыковке, для того, чтобы она была у нас одинаковая со всех сторон, равномерная, кругленькая. Для этого мы совершаем вот такие вот движения, перебирающие, для того, чтобы синтепон или что там у вас, вата, холофайбер, хорошо распределились внутри. Когда тыковка у нас уже приобретет такой вот кругленький вид, мы можем приступать к формированию долек. Для этого мы берем пряжу, можно взять ту же, которую вязали, но у меня пряжа довольно толстая, поэтому я буду брать другую. Она одинаковая по цвету, но тоньше. Отрезаем довольно длинный отрезок и заправляем в иголочку. Я решила, что это вот место у меня будет внизу тыковки, здесь будет плодоножка, а здесь будет вниз. Вот здесь я и закрепляю эту ниточку, просто завязывая узелок. Можно другим способом, если вы знаете какой-то другой, пожалуйста. Главное, чтобы ее хорошо нужно было здесь закрепить, чтобы она никуда не убежала. И вводим иголку в центр и выводим ее с другой стороны, тоже в центре. Теперь мы будем делать перемычки по изнаночным дорожкам. Вот так вот прокладываем нитку и опять вводим ее в центр. Одна долька сформировалась. Поступаем так же со всеми остальными частями. Каждый раз вводим центр с одной стороны и выводим с другой. Хорошенько подтягиваем. Каждый раз вводим с другой. Дай вводим по вводим. Каждый раз вводим в воду и тыкнул в изнаночный корыет. Еще раз вводим. Вот мы сформировали все дольки. Их у нас 6 штучек. И нам теперь осталось закрепить нитку. Я еще раз проложу ее здесь. И вот тут, с этой стороны, там где мы ее закрепляли изначально. Аккуратненько закрепляем. Конечно здесь будут видны узелки. Но можно постараться сделать максимально аккуратно. Теперь можно обрезать. А этот хвостик, этим хвостиком можно поступить следующим образом. Просто спрятать его вовнутрь. Теперь нам нужно связать плодоножку, хвостик. И прикрепить его с этой стороны. Для вязания плодоножки я буду использовать зеленую пряжу. Это тоже дропс непал. И вязать мы будем полый шнур. Для этого на спицы набираем 8 петелек. Обычным способом. На те же спицы 4,5. 2,3,4,5,6,7,8. Как вяжется полый шнур? Мы оставляем рабочую нить с левой стороны от нас. Передвигаем вязание по спице. Для этого лучше взять именно чулочные спицы. И будем вязать лицевыми петлями. Опять передвигаем. Это один ряд. Второй ряд точно так же. Два ряда связали. Теперь вяжем третий ряд. Здесь мы будем убавлять. Первую провязываем. Следующие 2 петли вместе провязываем. И 2 петли вместе. Сделали 1 убавку. Далее вяжем 4 ряд просто лицевыми. На спицах у нас уже 6 петелек. В пятом ряду делаем опять убавку. Первую провязываем. Лицевая. 2 вместе. Лицевая. Шестой ряд вяжем без убавок. У нас 5 петелек сейчас. И делаем последнюю убавку. Лицевая. Две вместе. Лицевая и лицевая. Так, здесь у нас 4 петли остается. И мы провязываем еще 2 ряда без убавок. 1 и 2. Все. На этом вязание плодоножки почти заканчивается. Отрезаем довольно длинный хвостик. Берем иголку. Толстая пряжа. Не очень удобно. И вот эти петли, открытые, которые у нас остались, мы собираем на ниточку. Стягиваем. И вот этот хвостик вводим внутрь. У нас плодоножка получилась цельновязанная. Вот этот хвостик можно подрезать и спрятать внутрь. Для того, чтобы он не мешал. Можно это делать крючком. Я сейчас без крючка под рукой, поэтому заправляю спицы. Крючком, конечно, удобнее. Так, и теперь осталось просто пришить его. Пришивать будем аккуратненько. Не в сам центр, а вот примерно по вот этим вот петелькам, которые немножко от центра, которые видны. Вот за них мы будем захватывать и пришивать. Здесь особых правил нет. Просто будем стараться делать это все аккуратно. А тёптя. Тёптя. Балыш. Натали лимон. Там. Тёптя. Плак. Тёптя. Удалека. Тёптя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... она замечательно украсит мою комнату если вам понравился этот мастер-класс пожалуйста, поставьте лайк подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны я надеюсь, что у вас получатся такие же замечательные тыковки и будут вас радовать дарить тепло и уют вашему дому всем большое спасибо за внимание до новых встреч